друзья прошу всех досмотреть это видео до конца отнестись с пониманием и поддержать так как в данный момент ваша поддержка необходима так как никогда спасибо салют дорогие друзья на связи натурал альбертович я все еще жив и как вы знаете украину до сих пор обстреливают я решил что нужно не забрасывать свой youtube канал потому что непонятно сколько это будет длиться и пришел к выводу что было бы неплохо короче писать видеоролики о том что вообще происходит у меня сейчас чтобы вы видели своими глазами то обстановку в которой я сейчас нахожусь 24 февраля утром начались обстрелы в 5 утра начались обстрелы мы проснулись от жестких звуков это начали прилетать ракеты по по нашему аэродрому в городе мелитополь и по военным складам когда начались обстрелы я находился в городе мелитополь приехал из запорожья в мелитополь к своему другу на день рождения мы 23 февраля вечером отпраздновали день рождения его девушки остался я у него ночевать вот собственно говоря утром мы проснулись от вот этих картин которые вы только что видели мы сразу собрали вещи приехали к его родителям домой и еще к нам присоединилось несколько семей то есть сейчас у нас в доме 5 семей это друзья знакомые ну мы так сказать скооперировались все вместе вот так вот это все происходит в темноте картошку режет на чистил цвета нет кто-то просто сидит ничего не делает воды нет света нет стас только что наколол дрова картошечка да я уже сказал что мы из-за этого человека приехали в мелитополь я не виновата наоборот я всех собрала вместе да ну в общем ребятки как вы поняли вот так темно у нас здесь и и уютно привет и здесь прячемся когда слышим обстрелы и здрасте здесь у нас малышка лежит вот в общем мы три дня жили в этом доме и сейчас мы продолжаем в нем находиться все было хорошо до того момента пока не отключили газ и свет и воду и чтоб не замерзнуть мы пришли в дом заброшенный дом и здесь есть печка которая топится дровами сейчас я покажу в каких мы условиях будем жить прогрел а сейчас вот смотри все тяга туда идет ну в общем вот так сейчас будем греться уже эта плита уже горяченько вот уже чувствуется в общем здесь будем мы и собственно говоря ночевать друзья только что вот с чердака сняли бочку а в бочке не поверить открыл как на случай туалетной бумаги она сейчас необходима никогда бы не подумал что в 21 веке в 2022 году я буду радоваться туалетной бумаги ну как я и говорил сейчас рубаем дрова и тачим в печечку надеюсь что эти дни мы будем вспоминать с улыбкой в общем сейчас рубаем потому что ночь впереди будет холодная дровишки уже рубим полным ходом и знаете что друзья в такие моменты задумываясь насколько у тебя переоцениваются вот эти ценности когда ты находишься дома в теплой тепле можешь в теплой тепле когда ты находишься дома в тепле можешь свободно заказать себе еду тебе привозят и когда ты находишься вот в такой ситуации когда самые простые бытовые вещи для тебя превращаются в проблему поэтому цените свое время что я могу сказать но мы продолжаем выживать главное не падать духом все что не делается как говорится все делается к лучшему час ночи мы подкидываем дровишки не снимай его так в открытую это русский мир друзья едет по нашим украинским дорогам так обидно только недавно сделали такси переназрают давай отсюда успокойся короче на четвертый день мы решили выехать за за продуктами задка стоит в общем хотели мы купить продукты но к сожалению мародеры цыгане и прочая нечисть растаскали разбили все продуктовые магазины город небольшой я не знаю что будем делать дальше потому что еды практически нет ни в городе не у нас ну кое-какие запасы есть но их мало нас тут 13 человек надеюсь наши городские власти как-то попытаться решить вопрос с продовольством вот хочется сказать еще одно я понимаю когда люди выносят вы смотрите кто ко мне пришел я понимаю когда люди выносят еду ну ладно можно это оправдать тем что голод впереди непонятно что будет дальше но просто выносят с магазина холодильники выносят аппаратуру режут проводку ну вы же вернетесь в этот магазин когда все успокоится вы же вернетесь и будете покупать в этом магазине еду вот этого я не понимаю в общем из хороших новостей только то что нам дали свет он там уже там уже телевизор играет благодаря этому мы вернулись обратно в нормальный дом друзья спасибо большое что досмотрели это видео до конца также простите что сейчас приходится записывать подобные ролики они юмористический контент на данный момент нет возможности его снимать когда все устаканится когда все станет спокойно я обещаю что войны будут все будет доброе утро подписываемся на канал на троу альберта молодой блогер молодой начинающий блогер пока друзья